Скажите, может ли человек управлять тобой на расстоянии, или это все бред? Я считаю, что есть люди, которые могут управлять другими людьми на расстоянии, но это люди, которые специально развивают у себя такие способности. Может ли обычный человек влиять на другого человека и заставлять его что-либо делать? Скорее всего, нет. То есть другой человек может создать для этого человека неприятную ситуацию или даже заболевание, но управлять на расстоянии нет. Но я хочу вам сказать, что есть такие психические заболевания, как, допустим, психологические заболевания, невроз, которые может привести человека к появлению, допустим, депрессии или тревожных состояний. Может сформироваться, допустим, повторяющаяся идея, как, допустим, во время появления синдрома Кандинского Клирамбо, это автоматическое повторение или выход из повторения путем автоматического решения. То есть это могут быть такие заболевания, на которые необходимо обращать внимание, но не искать их причины в психологии или психосоматике, а искать причины и находить выход в гормонах коры головного мозга, дофамин, серотонин и так далее. Очень несложный процесс лечения, возможно, врач вам сможет назначить, определить точно, к какому из состояний вы, чем вы болеете, и после чего назначит правильное лечение. Не стоит бояться или не стоит переживать, что у вас есть психическое отклонение. Вот смотрите, разве человек должен стесняться, что он болеет гипертоническим заболеванием сердца? Разве человек может стесняться, что он болеет, допустим, глаукомой или катарактой? Ну, вы должны знать, что геморроидальный узел у человека, или молочница, или, допустим, аппендикс, или, допустим, пневмония, или катаракта, или аллопеция даже, это все естественные заболевания человека. Каждый человек может этим болеть. Именно поэтому, даже психические отклонения, психиатрические заболевания, это все, ни один человек от этого не застрахован. Именно поэтому я хочу сказать вам, что стесняться или бояться этого не стоит. Принимайте себя, не страдайте, не ищите первопричин, не слушайте никаких бабок. Обращайтесь к психиатру. Поверьте мне, в большинстве случаев это очень несложное лечение. Обычно это нейролептик, возможно, это квитерон на ночь или сироквель, это, я не знаю, возможно, это флуоксетин или еще что-то. Опять-таки, понять сможет только психиатр, то есть он сможет определить, нет ли у вас эпилептических синдромов, нет ли у вас там состояние тревожности, или у вас панические атаки, или вы в депрессии находитесь и так далее. И это очень несложно начать лечить. Поэтому не нужно думать о том, что кто-то управляет вами. У обычных людей, которые живут обычной жизнью, не появляется таких идей. Именно от того, что у человека появляется эта идея, и это и говорит о том, что у человека есть психиатрическое отклонение. Спросите у любого знакомого вам человека, есть ли у него или появляется ли у него идея, что кто-то на расстоянии им управляет. И не нужно считать бред, потому что в слове бред, я считаю, находится угроза. Почему? Относитесь уважительно к тем состояниям, которые у вас возникают. Просто унижая эти состояния, вы ограничиваете себя, вы боитесь этих состояний. И унижая себя, вот таким образом, вы отдаляете возможность стать вновь самым хорошим, обычным и совершенно здоровым человеком, ухудшая, в общем-то, с...